Слава Украине! Приветствую от Полонского! Ребята, и смех, и грех! Это Бавовна, знаете, такая, что... Не знаю даже, как ее оценить, но, в общем-то, расскажу, как есть. Итак, да, это тоже Бавовна, и произошла она в Мелитопольском районе, в временно оккупированной части Запорожской, нашей Украинской Запорожской области, где расисты, знаете, пострадали, скажем так, в своем любимом стиле, мародерском. Ну, мы знаем, как они воровали и продолжают тырить все у гражданских, они и есть мародеры, грабители и так далее, с оружием, попробуй, откажи. Вот, ну, а в военное время это называется мародерством. Да, другого еще термина для этого всего дела не придумали, тем не менее. Итак, друзья мои, значит, у одного из расистов там в Мелитополе был отходняк, нет, отходняк у него позже как раз был. Была большая радость, ему присвоили майора, вот, и он послал своих солдат, подчиненных, значит, добыть большое количество алкоголя где-нибудь рядом, причем платить за это он совершенно не собирался, ну, как и любой другой русский офицер, синюшный, да, вор и грабитель. Да, значит, он послал своих этих боевиков поискать шаровой алкоголь, те, недолго думая, поехали к местному фермеру с тем, чтобы его ограбить. И что вы думаете, ограбили, украли, значит, у него большое количество алкоголя разного вида, там, вино, водка и так далее. Привезли к своему пахану этому майорскому, уже свежеиспеченному майору. Выжрали это все как свиньи, да просят меня эти благородные, против свиней ничего не имею. Тем паче, что свиньи, как правило, алкоголь не потребляют, они, и у них больше чести, чем у российских майоров. Вот, ну и думали, значит, что все хорошо, отлично отметили, как оказалось, что-то пошло не так. Вот, и к утру 9 чудиков оказались в реанимации. К сожалению, не 200, все 300, но один даже на искусственном дыхании был. Вот, в чем оказалось дело? Сначала думали, что часть алкоголя была, в общем-то, некачественной, но потом, когда уже взяли у них анализы, проверили, что с ними там произошло, как оказалось, там был целый букет ядов в этих бутылях, из которых они пили. Как уже этот яд туда попал, это уже второй вопрос. Возможно, как-то успели люди, может быть, подложить. Ну, я так думаю, что если они подложили туда что-то, надо было сразу же текать, потому что вы сами прекрасно понимаете, что путинские бандиты тогда приедут к ним второй раз, с тем, чтобы уже расправиться с тем, кого они до этого ограбили. Вот, ну, может не они, может как-то там в столовой, где они это все делали, подложили это все. Ну, невозможно сейчас определить. В любом случае, факт остается фактом, что вот эта вот пьянка, посвященная тому, что один из путинских боевиков получил очередное бандитско-путинское звание, закончилась на койке в реанимации. Ну, как бы, очень закономерный итог стараний российских бандитов. И мы еще раз увидели во всей красе вот эту вот банду, которая пытается захватить свободную Украину. Все будет Украина. Украина. Продолжение следует...